Механика У нас было раз, в конференции, что для математики комфорт engineering для физики Потому, что это что-то среднее. Механика — это наука очень древняя. Она, наверное, появилась сразу, когда появлялись инструменты. Как сделать крепкую палку в молодом из панили. Это механическая задача с Апромат. теоретическая механика, то есть еще физики не было, механика уже появилась, строительство тоже, все это механика, как построить дом, чтобы он не разводился, балка и так далее. Значит, у меня в дипломе написано, что мне присвоена профикация механик, и я думаю, что у большинства людей при упоминании слова механика и у человека механика, который для механика, в голове возникает абсолютно другая картина, можно, пожалуйста, оно что-то такое, конечно, нравится, следующий слайд. Слово механики, это вот такие люди с гаеческими ключами, которые ходят на что-то там, крутят, налаживают, это правда, однако это немножко другие механики, это слесарь, но по-своему даже опыту уже скажу, что с инструментарием, с наладкой оборудования и прочими вещами приходится сталкиваться, это неотъемлемая часть работы, это приятная очень часть, она именно завораживает, и именно ее хочется всегда проводить. Но и теоретический расчет, математическое моделирование, это неотъемлемая часть механики. Некоторым людям, может быть, слайд, в голову, может, какие-то другой образ механики, однако это совсем уже из другой эпохи. Итак, следующий слайд. Собственно, современная механика — это гигантская область, гигантская наука по своему объему, которая занимается широчайшим классом задач, в частности, это различные расчеты на прочность, то, что самолет именно летит, то, что на него действует подъемная сила, то, что это втекание крыла определенной формы, это задача механики, в частности, гидромеханики. Гидро, здесь не надо смущаться, гидромеханика занимается и жидкостью, и газом, потому что это все одно и то же, на самом деле. Колебания конструкции, самолеты, различные полеты ракет и все-таки и прочее — это механика. Исследования средств со сложными физическими свойствами, это, например, такие, как костная ткань, то есть это раздел биомеханики, мышечная ткань, ее прочность, эластичность и так далее. Это задача именно механики. Геомеханики — гигантская область, которая занимается геологоразведкой, различными механикой пород, механикой слоистых оснований, фундаментами и так далее. Сегодня очень большая и такая популярная область механики для разрушающих контроль. Это механика — это область, которая занимается, специалисты, которые занимаются контролем состояния ответственных объектов, таких как трубы, колонны, строительные элементы, несущие конструкции. Я не буду давать подробности, однако просто хотел бы, чтобы вы немножко начали ориентироваться именно по области механики. И здесь, как я уже сказал, вот некогда такая картина, подвижные лаборатории, которые направляют своих сигналов в землю, накачивая туда колебания, и по отраженным сигналам он может судить о том, есть там, допустим, нефть, есть ли там какие-то забежи, можно судить их полностью. Это всё это тоже именно механика. Далее вопрос. Как я уже сказал, обтекание самолёта — это явный пример гидро-аэромеханики. Сегодня при помощи современных компьютерных средств мы можем рассчитать обтекаемость любого объекта, так как такого, как, например, болит формула-1 или завихрение внутренних различных конструкционных элементов, также сгорание внутри двигателя внутреннего сгорания, сгорание газа и различные циклы. Всё это можно наблюдать на мониторе, визуализировать и так далее. Поистине современный численный аппарат науки, он позволяет делать очень красивые вещи, решать сложные задачи. И так, может следующий слайд. А ну и различные материалы, всё понятно, композиционные материалы, да? Наверное, всё это звучит всё равно, как будто это из области физики. Но есть разница. Очень сложно, на самом деле, общаться, вот когда именно стоит механик и физик, один, там, с электричеством больше, с магнитными полями, а мы идут со своими трещинами, всякими, там, законами буха и так далее. Смежные степлины, близкие, однако, две разных области. Все мы, наверное, помним, да, да, можно назвать, следующий рекламный ролик. Сколько вешать в граммах? А почему такая точность? То есть точность никогда не бывает вишней. На самом деле в этом коротком ролике содержится очень глубокая фраза и про точность, и про то, сколько же всё-таки веса грамм, килограмм, тонна. Что такое, по сути, килограмм? Вот вы никогда, наверное, задумывались, ну, кто-то, наверное, точно задумывался, но что такое? Ну, все в нашей жизни употребляем слово килограмм, килограмм от яблок, два килограмма апельсинов и так далее. Однако что такое килограмм? Можно, пожалуйста, в следующий слайд? Значит, вот на этом рисунке приведён тот самый килограмм. Первый, в своём роде. Это эталон килограмма под стеклянными колбами, вакуумная оболочка и так далее. То есть все приняты меры защиты. Это вот кусочка металла. Честно, не скажу, сколько металла, ну, что-то такое очень точное в плане защиты от различных агрессивных поддействий. На годовой стеклян в Алиже, ну, не Алиже, в Алиже, вот, в палате мер весов. То есть, имея эквивалент, мы можем теперь сделать какой-то другой объект и взвесить его. Если на рычагах, так называемых весах, да, то есть, которые состоят из рычага и двух тарелок, если эти весы будут в равновесии, мы получим второй килограмм. И так далее, и тому подобное. То есть, в никаких цифрах, два килограмма, один и семь, вот, соответственно, как это изначально начиналось, тяжело говорить, что же такое вообще, ну, сколько в граммах, килограммах. То есть, изначально был эталон. А вот дальше уже начинается самое интересное. Дальше начинаются различные разработки весовых агрегатов. Рычажные весы, на которых с помощью эталона гири, которые, ну, в идеальном случае правильно открытрованы, ну, иногда у них есть дырки, там, что-то, кусочек металла, мы его выбрали, и мы получаем заниженный результат, нас обвешивают на рынке, вот, на рычажных весах это очень легко сделать. Вот. После этого, после рычажных весов начинаются разработки уже пружинных весов. Пружинные весы — это термин, который определяет измерительный прибор, который работает на базе некоторого круглого элемента. В частности, ну, в классических пружинных весах есть пружинка, которая сдавливается, и дальше на циферблате стрелочка показывает число. Но как же она его показывает? Как можно так сказать, что вот эта пружинка скрутилась, там, сжала, сильно нужное, количество оборотов, что там у них происходит в различных конструкциях. Существует тарировка, так называемый процесс тарировки. То есть, представьте, перед вами простая пружина. Неизвестно вообще, сколько, какая у нее жесткость, какая у нее круглость, какая сила должна быть приложена, чтобы весы с этой пружиной подали килограмм. При помощи эталонного, от того самого, может быть, того самого первого, может быть, другого, эталонного килограмма, мы загружаем эту пружину и отмечаем просто на циферблате то, что здесь должна быть единичка. Ну, в частности, подкручиваем этот самый циферблат. И дальше уже весы, когда они оттарированы, откалиброваны вот эталонные образцы, дальше они начинают работать. Самые современные весы, это электронные, которые, наверное, в двух двух в России также присутствуют. Они работают на других принципах, там тоже чувствительные элементы, на которые при определенной деформации выдают электрический сигнал. Этот сигнал мы фиксируем и после этого получаем ну, на самом деле, массу, не вес, вес это все-таки масса, массу в ходе. Как мы помним, вес это, в школьной еще физике, это вес, это сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес. Так вот, на разной высоте, допустим, в горах вес у человека, потому что ускорение свободного падения там другое. Конечно, отличия это мизерные, но это тоже надо учитывать, и в прецизионных установках учитывается ускорение свободного падения с точностью до третьего знака. То есть в Ростове на Дону и где-нибудь в Европе, в высоких странах будут разные данные. И так, все понятно, приблизительно, но все-таки, какой основной элемент в весах? Как я уже сказал, это некоторые другие элементы, можно просто так. Когда мы становимся на весы, мы их сжимаем, или кладем объект на весы, какой-нибудь фрук, происходит деформация того элемента, который заложен внутри в этих весах, часто какой-нибудь пружины там, или палочек специальный. Что такое деформация? Деформация — это смещение точек тела относительно друг друга при приложении усилия к этому телу. Так вот, как раз-таки на деформации и основаны все весы. Абсолютно все. То есть это единственное то, что нужно использовать сегодня. Ну, скажем так, нам необходимо померить эту самую деформацию, и тогда мы можем судить, сколько же тело весит. То есть в космосе мы, естественно, вес ни по всему образом не узнаем, так как мы не сможем при помощи этого самого веса деформировать любой объект. Невесомость — нет веса. Потому это не называется невесомость. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь приведена формула, правда, в коле там умничный минус, это не в самом деле. Так называемый закон бука. Самое главное здесь — это буква К. Это жесткость. Той самой пружинки, которая под действием силы П деформируется и ее смещение, ну так говорили, да, тогда по этому закону мы можем создать ту самую силу. то есть самый банальный пример весов, которые мы все можем сделать, это взять какую-нибудь пружину такую хорошую, поставить на нее доску, встать на эти весы, померить в линейке, насколько они прогнулись, по документам посмотреть жесткость этой пружины, ну, и через эту формулу выразить наш вес. Это, конечно, очень не точно, там пару килограммов точно мы потеряем где-нибудь, вот, однако, это основной принцип, как вообще работает весовая техника, то есть есть укропный элемент, он формируется, мы знаем об этом укропном элементе информацию, например, жесткость, и мы можем судить о том, какая сила привела вот конкретно такой диформации. там в нижнем правом углу приведен еще один пример информации, то есть можно называть то есть можно тоже эту балочку назвать пружинкой, у нее есть твоя информация, там точно такой же практический закон можно написать, но зачем я привел рисунок, вот представьте теперь объект такой как пояс, вот гигантский пояс, состав, как его собственно взвесить, его нельзя поднять, поставить небольшие листы, потом обратно убрать. Как работать с такими объектами? Как я уже сказал, нам необходимо иметь какой-либо упругий элемент. Да, мы можем действительно загнать пояс на платформу там с пружинами и он понадобит входить так, но это все очень плохо, потому что ну скажем так, для поездов пружинных листов ничего не сделать, это все будет настолько недостаточно, а точность в этих вещах, как было сказано в ролике, очень важна. Есть и другие элементы в этой системе, по какому пути едет поезд? Он едет по рельсам. Как раз таки использовать на основе деформации рельса и можно судить о том, сколько весит поезд. сегодня так называемая категория весов это динамические весы для взвешивания в движении. Все основаны на рельсе. Самое главное это оценить, насколько он там деформируется. Ну, поверьте, он не гнется, прямо так это не видно. Он ходит, вот так вот, то есть эти вот шпалы, которые, на которых он лежит, это все большая кругая система и грунт, на котором стоит это все полотно, сами шпалы, рельсы, да и подвеска еще уходит и тоже оказывает приятие. Вот перед боку это локомотив шизгвозный, который проезжает по усечеству и вот собственно говоря, вот перед вами допустим такой объект, вам как взвесьте вот он 3 метра высоты или больше вот бывает гигантский на него даже страшно подходить, когда он движется, а и он даже здесь вот, что же делать? Ну, необходимо померить деформацию рельса, это и есть тот самый круг элементов, о котором можно продолжать дальше. На сегодняшний день, как я уже сказал, существуют различные весы, которые работают на принципе деформации рельса, здесь приведены все отечественные примеры, так же многое за рубежом, все приблизительно из одной области, однако данные все примеры, они относятся к тем лесам, которые требуют замены участка пути, к вам приезжают на станцию люди с большим тяжелым оборудованием, вырезают куски рельса, это довольно долгий процесс, готовят основания, устанавливают подушки в круге, заливают бетон где-то даже, новую щелленку, потом это все обратно отрезают, это очень долго, потому что, представляете, что такое закрыть путь, то есть по нему не заедет, если это единственный путь на станции, эта станция просто не работала, теряет гигантское количество денег. Соответственно, надо подумать, как еще можно по-другому померить самую деформацию рельса, без такого кардинального вмешательства. Более того, по стандартному, по РЖД, на магистральных путях никаких манипуляций с рельсом, типа пресс и сверления не допустим. То есть по стандартной безопасности никто вам не даст это сделать, а поставить весы, бочится, допустим, что-то там необходимо. Давайте далее. На помощь приходит вот такая штука, как тензорезист. Про нос выставить еще позже, но сейчас по тензорезистам. Я думаю, кто-то даже знает, и я думаю, и в школе у многих были ссылания про нас о тензорезисте. Но я вкратце расскажу, что такое тензорезист. Это такая маленькая штучка, но здесь конечно величная штука, представьте, что размер этого оранжевого прямоугольника определяют на провода 2 сантиметра. Вот такая пленочка, внутри которой фольга в виде такой вермошки. При деформации проводника, допустим, обычного провода, его сопротивление поменяется. На этом и основана вся тензометрия. То есть при деформации если мы возьмем токсаный тензорезист, через него пропустим ток, начнем его тянуть. токгир, например, дальше возьмем амметр и по мере его сопротивления. До и формации и после. На самом деле оно поменяется, но для того, чтобы это уловить, нам потребуется очень дорогой токсаного метр, потому что у одного тензорезистора эти изменения будут в каком-то на пятом знаке после токсаной. Очень тяжело этого ловить. Более того, их существует великое множество по виду. То есть эта фольга внутри может абсолютно произвольным образом быть установлена. Итак, а как же повысить чувствительность этого тензорезистора? И тут нам на помощь приходит мозг выстрел. Это тоже довольно старый классический прием, когда мы выстраиваем четыре тензорезистора в виде последовательно параллельного соединения и в случае, если выполняется так называемое условие баланса, это некоторые соотношения между четырьмя галичиной и один и два и четыре, то у нас на вот этой так называемой измерительной диагонали тока нет. Вот метр покажет ноль. В случае, когда одно из влечь, допустим, все влечи поменялись, у нас нарушился баланс, на измерительной диагонали возникнет сигнал. Дальше начинаются очень сложные манипуляции, в том смысле, что можно по-разному на его продвигать. мост по-разному использовать, какие-то влечи будут активны, но это уже мелочь. Но чувствительность данной системы, данной конструкции поистине поражает. Но я вам так скажу, что представьте тот самый рельс, примерно с толщиной кусочкой железа гигантской, по которому ездят атомные составы и так далее. Если я на него стану ногой, то мозг действительно это почувствует и покажет практически мой пить. Там точность, конечно, не будет такой, но в точность до несколько килограмм он действительно покажет мой пить. то есть это именно мостовая схема вылавливает мельчайшие изменения и формат. И что же теперь происходит? Вот у нас есть система тензорезисторов, которая заключена в мост. Это некоторая такая пластиночка. Мы наклеиваем ее сбоку. Так, сейчас можно вот здесь слайд, а просто туда входим. Да, здесь покажем. Вот это те самые листы, которые я в том числе занимаюсь. Буквально 3 дня назад мы их установили на еще один очередной объект. Вот БУПС вот здесь под этими щитками защитная защитная установлена эти небольшие тензорезисторы. Здесь один мост, здесь двое, с другой стороны двое, здесь еще два, здесь два, Всего лишь. То есть люди приехали, почистили там, есть долгарка, проража, выжавы, выжавы, выжавы. Ну, что делали? Почистили, наклеили, закрыли, подключили провода, выявили, что рядом стоит ларек с компьютером, все отлично работает. Вот, то есть никакого вмешательства в структуру пути, ничего не пилим, не режем, разве что бывает, что двигаем соседний вал, вот эту, чтобы дать нам больше пространства. И таким образом и работает. Можно, пожалуйста, дальше слайд. Здесь я вам покажу конкретно мощность той самой механики, о которой я говорил, то есть компьютерный анализ современный, который позволяет мне, как разработчику, создать программу и она симулирует тот самый процесс проезда колеса по Эльс. То есть здесь нарисован в том смысле рельс, на него установлено колесо, на виде такого штампа, конечно, но это не важно. Вот, он стоит на другом основании, другие элементы, вот, и этот штамп движется. И мы можем наблюдать различные поля, которые здесь возникают. Это механические поля, это не какие-то электромагнитные волны, например, здесь вот деформация. Вот именно вот в этих тонах, видите, здесь одно замыкнуть, вторая. Наклеим датчики и сигнал мы получаем в этих датчиках на компьютере. Можно его вычислять. Вот сигнал прикрутить примерно там. Основный сигнал, по которому судится масса вагона это вот этот всплеск. Когда колесо проезжает что-то то самое расстояние между датчиками, измерительные так называемые участки, на экране мы увидим этот всплеск. Его верхняя точка, которую нужно вычислить, то есть максимум этого, где кривой, и является искомой информацией. Потом она немножко преобразуется по разным законам, но это уже мелочи, там это панельная форма, подставили, получили маску. И так вот просто берем и весь состав 100 вагонов прогоняем к этому участку и сразу все здесь. Никаких задержек, остановок и так далее. Можно писательная динамька и перегруз состава, который недопустим просто на пути, потому что это все может привести к катастрофе, аварии. Сход состава с железной дороги это поистине катастрофа, спасибо, поистине катастрофа, потому что, к примеру, если едет состав с каким-нибудь химическим топливом, с цистерном, он сходит все это просто новостяк еще каждую неделю и последствия будут на многие года. Поэтому такие системы, которые позволяют выявлять различные нарушения, они нужны, востребованы и сейчас активно внедряются везде веземные дороги, не только в нашей стране. Можно, пожалуйста, в следующий слайд или пропустить. Это банальный пример того самого галактирования галактирования вы поняли. Сейчас, ну, идет, идет, идет. Да, здесь немножко кривой, но здесь даже не влияет все дела. Мущество. Да, музыка, я знаю, что. Вот. Здесь это пассажирская электрическая талин есть. не критично, для нее не критично, что она так качается, она не такая тяжелая, но когда это серьезный окруженный состав, то вот эта раскачка, она, во-первых, может на каком-то вот таком же вот горле состав может подлететь так, что он просто отлетит в сторону, там буквально чуть-чуть и сходит, там же как змей, как с друг за дружку. И в том числе это портит рельс, портит покрытие, раздалбывает полотно и в дальнейшем этот участок будет пригоден вообще. А это очень большие деньги для этого переделано. То есть система диагностики необходима. Ну, последний слайд. Все, что я сказал, это здесь приведены просто списком возможностей. Да, мы в том числе выявление нормальной работы двигателя вот на вот этой вот этом всплеске мы будем видеть прямо биение если стучит, ну, двигатель стучит до птика, то там это будет прямо видно. И сразу можно сказать, даже машинист еще может не чувствовать, а на этих датчиках мы уже видим всплеск. Это такой красный маяк, который необходимо сообщить машинисту, чтобы в депо проверили способность данного двигателя закручивания. И так далее. Ну, очень, очень. Спасибо за внимание. Я заходил. очень интересная тема. Спасибо большое за лекцию. У меня будет прям гора вопросов. Дело в том, что я тоже сталкиваюсь после работы все время со свешиваниями. Это тоже очень интересно. Вот. Вопрос такой. Вы как-то рельсы этих специальных подбираете? То есть, к примеру, условно говоря, рельсы, ну, уже 50-е годы и сейчас. Он же, наверное, найдется по-разному под нагрузку? Как это? Вы подбираете специально молодой красивый рельс, как-то не знает нигде. Я сказал, вот как раз-таки буквально три дня назад мы работали на объекте. Рельс был установлен в 81-м году. Износ головки рельсы, это вот верхняя часть, 5 миллиметров. То есть, оно же ржавый, но систему, как поставили, она работала, и сдали мы ее в меньше процента точности. Однако, значит, в чем смысл? Система, весовая система, она не универсальная. Нельзя ее просто так поставить, она вот не сразу заработала. Происходит та самая калибровка. То есть, даже если рельс плохой, с плохой жесткостью, там у него что-то там уже плохо стало, то есть, главное, чтобы он удовлетворял требованиям минимальным, то есть, чтобы не опасно было по нему ездить. Вот. В этом случае мы берем эталонные вагоны, которые мы знаем точно с повышенной точностью их массы, мы их прогоняем. Дальше в системе внутри, в программном пакете идет калибровка, там туда есть некоторые коэффициенты. И конкретно на вот этом железном полотне конкретно эти весы работают конкретно под их изумов. То есть, это все очень. Ну, так я подозриваю. Второй вопрос, немного маленький. То есть, вы с собой еще кроме этого варька с компьютером ввозите еще пару вагонов на всякий случай, да? Нет. На самом деле мы с тобой возьмем вот такую сумочку для человека не возьмем. Ларек устанавливает тот человек, который заинтересован в этих зажах. Мы предъявляем требования. Нам необходим ровный, не наклоненный, без горбов участок пути и перед ним ларек с подведенным ему электричеством. Дальше уже мы работаем. Мы устанавливаем весы и дальше система, дальше непонима поверка, так называемая. Поверка через службу ССМ вызывается поверитель и нам необходимы те самые эталонные вагоны. Где их взять? Во-первых, есть действительно эталонный вагон. Это штука дорогая, ему нужно заказать, он приедет. Где-то там рядом в локальных зонах мы его найдем, но это действительно дорого. Каждый день этого вагона стоит несколько десятков тысяч, насколько я помню, 70. Но это не наши затраты, это люди, которые их нужны, это их правда. Но в большинстве случаев у нас есть по стране, допустим, здесь как раз у Донецка есть весы большей точности, это рычажные весы. Но они старые, правда, но они потерянные. Для того, чтобы сдать весы точностью 2%, необходимы весы с точностью 0,5%, на которых сначала измеряются эти вагоны, и они уже без изменений гонятся на тестируемые весы. И после этого весы сдают. Вот таким образом. Вагоны мы с собой не имеем. Два маленьких вопроса. Температура влияет? Влияет. Прогреваете или, наоборот, охлаждаете? Нет, при установке ничего не делаем, но разве что если это крайний север, то там, естественно, ставится небольшая такая палатка и там прогревается. Там иначе невозможно будет установить. Повышенная температура не влияет, то есть до Дейс, до Рексы уже нельзя дотронуться, как было недавно, но все равно приходится работать. Это просто неудобство. Но на работоспособность температура влияет и термокомпенсация в системе обслужена. Там стоят датчики температуры емкостные, которые точку суть десятой температуры и это все в программе будет подготовиться. Такой вопрос, что датчики устанавливаются. На какое время и как часто приходится делать калибровку по новой и приходится ли? Датчик устанавливается. Например, в прошлый раз мы делали монтаж, мы нарезали в день тюси с 8 утра, до 13 ночи работали и установили за ним. После этого датчик работает вообще самостоятельно. В Таганроге, на Горке уже третий год пошел, даже больше четвертый год пошел, там все стоит и ничего даже внутрь не залазит. Все работает. Значит, иногда приходится приезжать действительно, переделывать эти коэффициенты. Почему? Структура пути меняется, проезжают вагоны, что-то там подливается, мы там еще шпалу подвигали, там немножко пошурутили этот камень. Все это осаживается, как и любые природные материалы. Более того, прошла какая-то погодная стихия серьезная, допустим, там, большой снегопад, эти камни, их вода раздвинула, где-то там трещины появились. естественно, вести по-другому на что у тебя. Они работают точно так же, они показывают другую, потому что рельс по-другому себя ведет. Здесь нужно просто приехать, коридоровать, атак поставили, нет, эта система датчики конкретно стоят годы, ну, еще пяти лет не проходило, но пока все работает. Скажите, это Ваша разработка или же есть другие аналоги в других странах, что просто примуете? Конкретно эта разработка полностью наша. Решили консвешивание, это Ваша, да? Да, вот эта разработка ресов наша, ну, как сказать, она, датчик запатентован, оборудование запатентованное, но нельзя сказать, что данный подход уникален и только нам поменять. Я сказал, я как говорил, вот, тензометрия-то вообще старая вещь и много уже десятков лет. Применение ее в весовых, именно, в тензорожной области, это, ну, относительно нового, вот до этого ключа, или платформенного. Вот. А вот с помощью тензорезисторов, ну, это, ну, 10-10, до этого максимума. Аналогов много, но все-таки есть свои тонкости и внутри принципы. В электронике там очень много всего и в программных пакетах. То есть, здесь нельзя говорить, что это наше или чужое, у каждого что-то свое. принцип один, тензорезистор. Как мы его уже там, какую структуру мы его возьмем, как мы наклеим, сверху, снизу там, кто-то свербит рельсы внутри, отверстие наклеивает, это вообще как. но данная разработка полностью уже оригинальная и наша. по географии вашей установки, в данное время, как вы говорили. Это первый вопрос. Второй, про космические весны хотим уточнить. Там тоже массу нужно измерять, я знаю, что есть. что-то, которое просится мерить эту массу человека, например, это на работе. То есть, по поводу географии, наверное, самая северная, да. Просто по количеству, может быть, по... Ну, не так много, конечно, сейчас, меньше десяти всего. Мы только начинаем это все дело. Но, скажем так, размах по стране есть и в условиях отрицательных температур действует несколько комплектов. И так же на... Ну, в Ростове, можно сказать, довольно жарко, на СТОР стоят. И там ничем не отличается. Ну, калибровка разная, естественно. Но работа. По поводу космоса, честно, не знаю конкретно, что там за весы, но там по-любому нужно создавать ускорение, то есть раскручек. Там какая-то типа центрифута. Он там аппарат, он туда-сюда движется, как бы вертикальная трубка. И... То есть, вы просто не знаете, как бы там аппарат. Нет, я не знаю. Но мне кажется, вертикальная вот, вот как где-то... Мне-то суть кажется, что там крутится. Там есть интерстримитель, ускорение, и вот насчет этого... Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вы говорили о составах, то есть, о подвижных движущихся. Соответственно, при перемещении выделяется там разность. Как быть с неводвижной объектом? Эта скалония применима, или мне нужно очень сильно переграивать? Неподвижный намного легче. Неподвижный. А, неподвижный что именно? Ну, грубо говоря, дом. А, дом здесь? По примеру. То есть, что там очень большое и без колесиков. И без колесиков. Да. Ну, я сразу скажу, это невозможно сделать полностью. То есть, ну, подрыв там, что-то поставить. То есть, вот, в привычном понимании... Это только для движения. Это для... Это транспорта. То есть, есть автомобильные аналоги, как раз такие вот... не мы конкретно, но, грубо говоря, это наши коллеги. Компания Тензор, которая работает уже в Ростове уже очень много лет. Вот около... Вот как мы ехали на Таганрог, есть там по ММЭ, кажется, поезд, по посту. Там стоят авторгельные весят такие плиты. Ну, вы много раз, наверное, по стране видели, такие металлические пластины и весовой контроль, в букву написано. Это вот такие весы. На том же принципе. Там есть силовые линейки, на которые на тензористике приезжают транспорт и получают измерения. Взвесить дом, ну, вряд ли. Наверное, на этапе проектировки уже можно его массу знать, потому что архитектор и работщик знает. А водный транспорт можно взвесить? Да, почему нет? Ну, там, правда, условия другие. Но его, не уходимо, все равно будет загнать на некоторую платформу, что-то посадить. Так, водного транспорта есть где-то отсадка, можно понять? Ну, я думаю, да. По водоизмещению это все по... Потому что есть же грубо говоря, вес изначально... И там, тут вопрос точности. То есть, какой точностью взвешивать? Если меньше процента, то вряд ли. Потому что там одного топлива только. И масло, и разного. И просто как. грубо говоря, а если так приблизительно, то это несложно. Все зависит от точности. Весы с точностью 0,2 на 5%, это практически недостижимые, в Геннадии, потому что качество... То есть, если у нас будет лабораторное условие, бетонная подложка, идеальный, хромированный, блестящий рельс, то все, да, все будет работать. Как только мы выезжаем в Россию. А как, ну, а такой же тепловодный измеряет средства в течение теплоплодов, ну, теплоплодов, короблодов? Да нет, для водного транспорта другие подходят. А, а если проводить на счет лечишь? Нет. Я думаю, что для водного транспорта можно сделать их, но там нет таких проблем. там загружается и загружается. То есть, например, тот вес, который нам нужно на баржу погрузить, мы заранее его уже знаем. Мы не вешиваем всю баржу гигантскую, там танкер, это практически не важно. Точно. Ну, последний. Можно последний немного вопрос? Кто заказчик? Кому это интересно? Зачем это нужно? То есть, только ФШД или кому-то еще это нужно быть интересно? Заказчиков много, а в основном заводы и любые предприятия, у которых есть подъездные пюти, которые завозят сырье, которые загружают вагоны, которые пропускают через себя какие-то вагоны как в виде весового контроля. То есть, он по документам выиграл с 10-ю тоннами металла, приезжает, а у него шерсть, куда 4. Вот, он это... Семь к навалившему. Он игрок получился. А так, ученицы, РЖД, конечно, очень заинтересованы, но у них больше по диагностике. А по весе измерению это вот всякие пор, разные склады, там, предприятия и так далее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ